Воспитание детей С роботами работают детишки В ее спортивном клубе Почему-то, да? Аж 6 лет И вот тут у нас в гостях Людмила Игоревна Белослудцева Она вице-президент Спорт-клуба «Легенда» Но спорт-клуб такой, что он не только спортом Там занимается, вывеска вроде спорт-клуб Но в силу того, что В человеке все должно быть прекрасно И душа, и тело, и знания И там в здоровом теле Здоровый дух, вот эти всякие такие слова На древнеримский манер То они еще и занимаются робототехникой И у вас детишки Занимаются робототехникой с 6 лет И до самого конца Конца своей детской жизни Когда они становятся взрослыми И идут учиться дальше Дальше На вторую специальность Здравствуйте У нас достаточно большой клуб Спортивный клуб «Легенда» Он с 93-го года существует И мы прошли достаточно тернистый путь Изучения взросления детей И сейчас для себя вывели Такую достаточно интересную формулу Спорт плюс интеллект То есть без интеллекта никуда И заметили, что Очень мало инженерного развития В нашей стране То есть наши умы Уплыли Ушли И очень обидно за страну Я такой патриот Инженеров мало Однажды в одном провинциальном городе В областном центре На базаре Ключи делал Вот этот инженер Но инженер из Китая Он очень хорошо делал ключи Он китайский инженер А тут он приехал сюда Делать ключи А наши инженеры Приехали, видимо, делать ключи Куда-то в Европу Или в Америку Вообще, на самом деле Техническое мышление Да, видение Оно уже не всем дано И это можно развивать Но инженерная мысль Около 3% населения Вообще мира Серьезно? Ну, то есть это Не каждому второму И здесь есть уникальные дети И наша страна Она достаточно уникальна В этом плане Потому что Мы, как сказать Мы предположены к этому То есть у нас ломается дверь Мы не всегда бежим Ее покупать новую Мы пытаемся ее починить Да, у нас почти У каждого второго Есть дача Ну, то есть А там развивай Свои способности И вправо, и влево Да Но это у нас Не от хорошей жизни Мы специалисты На все руки Ну, в принципе, да Ну, хотя Жизнь хорошая Не, ну, хорошая жизнь Но могла бы быть Еще лучше Понятное дело И мы вели В своем клубе Лет 7 назад На такое направление Робототехника Так При этом Оно только набирало Обороты у нас В Москве, в России И младший возраст Работает на основе Конструкторов Лего Они не просто Собирают машинки Там какие-то Кранчики Они учатся Мыслить инженерно Они учатся Рассуждать Они учатся Вести технические записи Так, вот теперь Меня научите Объясните мне Я вообще, конечно Знаю, что такое роботы И я даже их Когда-то где-то видел И помню Первого робота Которого я увидел Сначала в журнале Техника молодежи А потом я его видел В политехническом музее Робот-экскурсовод Такой На колесиках катается И там, по-моему С магнитофонной лентой Говорят там какие-то слова Это достаточно сложно Для маленьких детей Для маленьких Это на самом деле Очень был простой робот А теперь Как роботы такие Я даже был На выставке Где показывали роботов Которые участвуют В соревнованиях Они говорят У них уже Интеллект Примерно Не такой А в чётке слабее Чем у Так сказать Таракана Но всё-таки интеллект Таракан Он интеллектуальный Запрограммируемый Запрограммируемый Нет Он должен сам Принимать решения Да Конечно Запрограммируемый То есть он где-то там Какие-то Должен лабиринты проходить Какие-то такие Свои соревнования Вот Ну он такой Чудной Едет там Такая чурочка На колёсиках И всё Да Похож на Далика Из фильма Так сказать Доктор кто Такой Помните был Нет Не смотрели сериал Да Вот эти Далики Враги всего Всего Так сказать Прогрессивного В нашей галактике Вот это вот они В нашем клубе Есть такие роботы Дети программируют К этим соревнованиям Они принимают решения Куда ехать Изучают лабиринты Это всё есть То есть Они пишут Программки сами Да Но изначально Всё начинается С простого Как бы Видения своего робота Робот Это не чаще всего машинка Это не андроид Как представляет ребёнок Который приходит Он бежит на робот Тихо Говорит Я сейчас соберу андроида Такого Только они этого слова Ещё не знают И родители Они хотят Дать инженерное направление Потому что Они видят Что ребёнок Что-то пытается построить И первые вопросы Мы им задаём Ребёнок собирает По инструкции Из конструктора Или сам И это очень важный фактор То есть если ребёнок Уже начинает изобретать Придумывать То это уже начинается То есть он новые связи Между элементами Устанавливает И пытается сделать Что-то Мы дальше спрашиваем Родителей А вы фиксируете То, что делает ваш ребёнок А он говорит Нет, чаще всего нет То есть он просто Где-то бросает И оставляется Я говорю А вы попробуйте С ним начать рассуждать А это, представляете Конструктор какой Вот как раньше был Отдельные элементики Мы их скрепляем Там какие-нибудь колёсики Есть, ещё что-нибудь Или уже конструктор В который Вкладывается Вот некое Программируемое устройство Если мы говорим О детях Которые приходят К нам в начале Чаще всего Родители просто видят Что есть какая-то Потребность у ребёнка И они пытаются Реализовать Либо мы им показываем Что есть такое Детям даётся мотор И даётся элементарные датчики Идёт визуальное Программное обеспечение Оно не кодовое То есть они вытаскивают Иконки в определённую область Они её запрограммируют Но мы их не учим Объектно-ориентированное Программирование Так как называется Да, если умными словами Да Ну да, да Мы, как сказать Мы их учим видеть Мыслить Мы им не даём готовые решения Они Изначально То есть мы Как сказать Нарисуй своего робота Которого ты видишь Они рисуют большого человека Чаще всего Андроида Мы у него спрашиваем А где мотор у этого Они даже не думают Что у него есть мотор Мы берём в этот момент В руки мотор Начинаем его изучать Мотор может крутиться По часовой стрелке Против часовой И здесь уже видно Начинает ребёнок Понимать эту связь Или нет Или для него Это просто схемы 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 Да И здесь начинается Деление родителей На две части Кто готов Инженерно развивать ребёнка Через трудности И кто не готов Но обычно готовы Кто сам инженер Нет Есть нормальные Родители Не инженеры Инженерного профиля То есть не обязательно Быть диплом инженера Если ты Ремонтируешь автомобиль Или там Двери Вот эти вот Которые сломавшиеся Есть часть родителей Которые понимают Что развитие происходит Через трудности Да И самая важная информация Которую человек получает Он получает Через опыт свой личный То есть если мы положим Перед ним готовую схему Готовую программу И как в школе Пройдём Первый, второй, третий, четвёртый, пятый пункт Да То ребёнок, конечно, соберёт Это будет красиво Это будет интересно Но Тут опыт ошибок Он не пройдёт Да И мы детей делим На две категории То есть те Которым нужно просто Красивая картинка Да И мы, конечно, родителям Говорим, что через 5-6 лет У вас это всё закончится И того эффекта Которого мы хотим Не будет Это уже выбор родителей В лет 12 мы ребёнка спросим Готов ли ты Делать опыт ошибок И процентов 80, конечно, говорит Нет Ну, то есть они повторяют Выбор родителей А кто-то говорит Да, нам интересно Они спускаются на несколько ступенек вниз И начинают всё с простого То есть, например, им говорят Давай попробуем собрать модель лифта Да И здесь, если ребёнок, например Ему лет 7-8 И он достаточно в той группе Которая через свои ошибки Пробы идёт Да То чаще всего Модель лифта Начинается с шахты У этих детей То есть ребёнок 8 лет Сразу начинает думать От маленьких элементов То есть не сразу лифт Да А начинает где-то шахты Начинает эту шахту конструировать Он её тестирует Дальше он начинает использовать блоки Для подъёма этого лифта И, конечно, с первого раза не получается И там, наверное, у него Он поднимает на разные этажи, да? Да То есть ещё некое должно быть Программное устройство Которое реагирует на нужные кнопочки Да Ну, то есть лифт – это не первое занятие Первое занятие То есть, например, увидеть невидимое То есть они смотрят видеоматериал Если изначально предлагается собирать по схемам То наш клуб отходит от этой идеи То есть идём по сложному пути Мы показываем детям видео Например, как работает сейфовая дверь Да? Ну, то есть как настоящую сейфовую дверь Крутят, открывают, закрывают Мы им просим зарисовать то, что они увидели Это смешные рисунки Это совершенно непонятные, да? Для тем более технического человека Но ребёнок начинает мыслить рукой Что вот здесь повернули сюда Здесь вышли задвижки Они начинают это пробовать собирать Конечно, всю сейфовую дверь он не соберёт Но он, по крайней мере, поймёт, что от вращения Поднимается вверх балка, которую он держит И дверь якобы запирается Он начинает это делать Потом они добавляют датчики То есть они начинают понимать Понимать, что человек визуально видит, чувствует, слышит А робот-то нет То есть если он, например, делает какого-то крокодильчика Опять же мы говорим, что есть животные Дикие хищники Ну, то есть хищники есть обычные И, например, хищник хочет поймать еду То есть он загорает на солнышке Ну, то есть вот такая у них идёт мизансцена И когда еда попадает Там листочек бумажки Ну, то есть пластмассовая какая-то деталька Хищник должен рот закрыть Ему не даётся варианты решения То есть, конечно, перед этим были проработаны датчики При этом была проработана ременная передача Как это всё закрывается Но ребёнок должен открыть свою техническую тетрадь И собрать вот это всё воедино То есть если он в этой технической группе Вот, которая развивается инженерно Если ребёнок находится в той группе Где родители пришли и сказали Мой ребёнок должен выйти счастливым, довольным И при этом собрать То тогда ему кладётся уже финальная схема Ну, то есть ему не даётся вот этот Путь ошибок Ему показывают финальную картинку Он только догадывается, куда поставить мотор Какую шестерёнку подобрать Да, и преподаватель, который ведёт Он не говорит, что вот у тебя вот здесь ошибка Ты не ту шестерёнку выбрал Он говорит, давай попробуем Да, и у него лежит 20 вариантов шестерёнок Да, пластмассовые Да, легко меняются Но ребёнок сам их выбирает Тут встаёт вопрос с осями Какую ось подобрать Потому что если выбрать большую Произойдёт замыкание И дети этого не видят Родители, которые чаще всего у нас находятся в коридоре Двери не закрываются, чтобы процесс был видим родителям Они, конечно, то есть Как ты не понимаешь, что вот она нужна сюда Да А дети отпростовывают, идут сложнее и сложнее Потихонечку развиваются Если детям не попадает планшет в руки В районе 8-9 лет в бешеном количестве То это получаются одарённые дети То тогда получаются одарённые дети Ну не то, что прям одарённые дети получаются Ну лучше получаются А почему в 8-9 лет планшет вот эту вот одарённость купирует? У нас, как сказать, у нас получается Группы идут Мы их следим от 4-5 лет, которые пришли в спорт В 6 они приходят ещё дополнительно на робототехнику И мы видим детей очень большой промежуток времени Ну то есть вот весь этот цикл И тем детям, которые родители не давали телефон На котором можно играть Не давали планшет Да, ну в бешеном количестве То есть не давали электронных игрушек Да Дети лучше развиваются Они лучше воспринимают внешний мир Они не уходят вот сюда Ну то есть во внутренний И при этом даже если начинаешь разговаривать с родителями Говоришь, поставьте им там, не знаю Математические какие-то игры Да Поставьте им олимпиадные задачи туда Если кто-то слышит и ставит То интеллект ребёнка не страдает от этого Ну то есть он так же развивается То есть идёт в той же самой группе робототехники А где детям ставят шарики Да, например, на скорость Он говорит, мы же развиваем скорость Мы развиваем реакцию А реакция-то особо не развивается Ребёнок, ну то есть он теряет Своё инженерное видение Он начинает шаблонно мыслить Потому что в классах по 30 человек И нельзя вариативно научить мыслить ребёнка Ну то есть у тебя есть вариант А, Б, В И рассуждать ты не можешь Ну то есть вот пишем так И по-другому никак В наше время, значит, бичом был телевизор Он отвлекал от чтения, от книг А сейчас вот это вот Гаджеты Гаджеты, да, гаджеты Вот эти компьютерные игры, собственно говоря Потому что вообще гаджеты Это средство связи по факту-то, да Включил и там читай, письма пиши Это вроде как Ну ускоряет связь просто, да Позвонить проще, да Это вроде как не минус А вот это вот, да Вот это то, что люди Вместо того, чтобы жить реальной жизнью Живут где-то там Может так им и нужно там жить Может быть это хорошо В конце концов Китайские инженеры нам все сделают Ключи сделают И все остальное Обидно Хочется свое Хочется свои кадры Ну, что вы такая националистка Я не вознаю Что это вообще Если сам свою родину не будешь поднимать Ее никто не поднимет Развивать Вернемся к детям Если ребенок грамотно использует технические устройства И родитель смог это направить в правильное русло Да И услышать преподавателя То получаются хорошие результаты То есть если ребенок действительно эту технику использует Во благо в свою учебу Да То есть он, например, получает телефон И он снимает своего робота То есть вот у нас сейчас будет Видео Да, делает видео Дальше он садится за компьютер И начинает учиться редактировать И это в районе 12 лет Да Редактировать видео Да То есть заниматься монтажом Ну, пойдет работа и телевидение Это пока громко сказано Что у него монтаж Да Но он уже пытается что-то сделать И склеить В общем, он вырезает, вставляет Это вообще простые программы для монтажа Это раньше надо было резать пленку Склеивать Это было тяжело Невозможно Сейчас проще Но если он просто ловит шарики И ничего такого не делает То есть, конечно, другие дети Очень сильно увеличивают Отрываются в развитии И... Вот, оказывается, в чем дело-то Да А вот родители-то Как вот они могут заставить ребенка Лишить его вот такой замечательной игрушки Которым является гаджет Именно как игрушка Они не могут его лишить Они могут предложить вариант выбора Они должны поинтересоваться Ну, уж очень как-то вот Многого хотите от родителей Вот они должны предложить вариант выбора, да Причем выбора, который может контурировать С такой замечательной игрушкой там, да Которая в гаджете Ну, я вообще как-то не очень себе представляю Как это так легко предложить вариант выбора Если мы говорим о возрасте 8-9 лет То и сейчас папа, мама являются авторитетом Авторитетом, да Преподаватель является авторитетом Можно просто не дать им это Не купить Ну, как сказать Если он не купит У друзей другая она будет А он будет сравнять У него будут как бы якобы комплексы Здесь надо разговаривать с ребенком Нужно показывать, что есть такое Ну да, вот у твоих друзей Но у тебя вот, да И это твоя сильная сторона Ты здесь развиваешься И это выбор наш Наш выбор И давай вместе То есть если папа занимается с сыном спортом Папа выходит бегать То и ребенок будет бегать Для него это норма Если папа сидит, играет в танчики Прошу прощения, воскресенье То и ребенок будет этим заниматься Если папа говорит Здоровый образ жизни Давай занимайся спортом Но при этом сам во время тренировки Выходит курить О чем мы можем говорить в 17 лет Конечно, тренер будет делать все Да, преподаватель будет делать все Но если То есть пример семьи Обязательно Есть, конечно, пример семьи Есть пример преподавателя Какого-то человека Есть пример социума И все это влияет Ну, раньше-то пример семьи был такой Вот возьми книжку Почитай Поучись А то будешь всю жизнь Вот как отец В машинном масле возиться Как мать там В навозе возиться Ну, папа выбирает маму Мама выбирает папу Нет, ну вот они Родители говорили детям Вот возьми Чтобы тебе подняться Сделать новый шаг Книжку почитать Да, а сейчас-то вот Книжки ведь не читают Сейчас дети Ну, то есть Им нужно понимать Зачем? Понимаете Мы читали не зачем Мы просто читали интересные книжки Сейчас можно много найти Все в интернете И чем не книжек Нет, я понимаю Что книжка может быть на бумаге А может быть на экранчике Нет, они там не читают Вот эти книжки на экранчике Но вот ребята Которые у нас занимаются Робототехникой Если мы подходим Уже к более старшему возрасту Это возраст где-то 12-13 лет Которые прошли весь этот путь Да, и при этом Они занимаются спортом Кто-то занимается футболом Кто-то занимается водным полом Да Даже не у нас, допустим Они кто-то занимаются борьбой То есть спорт в их жизни присутствует И достаточно в большом объеме И у них есть робототехника Да При этом они идут по нашей программе Достаточно сложной Они сейчас занимаются уже на Ардуин Программируют Это язык программирования С++ Это 13-14 лет дети При этом у них нету готового решения У них мозг научился учиться То есть вот начиная с 6 лет Они приходили, 6-7 Приходили, они пришли И у них мозг умеет уже учиться Можно я еще немножко погундю Поскреплю по-стариковски Вот раньше развлечение какое было Книжку почитать Ну то есть там про пиратов Там, не знаю, какие-то приключения Про воров Там вот читаешь И надо что-то во все время работать Воображать, да А сейчас развлечение компьютерные игры То есть там ничего воображать не нужно Там с тобой все случается, да То есть это как пошел куда-то искать приключения И тебя нашли эти приключения Или ты нашел на свою голову Так и здесь в этой игре, да Только что в этой игре не получишь там, так сказать, шишек реальных Вот А тут надо выдумывать все дело Додумывать, как он выглядел, этот самый пират Там какой-нибудь Джек Воровей Или еще что-нибудь А тут все же даже Да даже в кино и то больше надо было Как чего-то додумать Хотя там все видно уже, да Чем вот здесь Потому что там есть какой-то сюжет Можно как-то вариативно продумать А что было бы, если было бы так А потом можно было бы это кино кому-то пересказать Еще какой-нибудь загенотик придумать Там накрутить что-нибудь своего туда, да А вот тут тоже ничего не накрутишь Просто происходит событие И все Пересказывать надо Включи сам, посмотри Вот это вот искусство пересказывания куда-то пропало Вот, видите, вы хорошо говорите Вы, наверное, еще сдавали экзамены в институте, когда учились Сдавали, вот нормальные языковые экзамены Берешь билеты, там рассказываешь что-нибудь Да, три вопроса, да А часто, видите, во основном Даже в ведущих вузах Вот таких вот экзаменов устных Как вот Которые вы сдавали Теперь их нет Теперь, значит, все очень строго Теперь до минимума сведен произвол преподавателя Он берет, значит, там Решает какие-нибудь задачи Отвечает на вопросы Плюсики, минусики И там, значит, закажут задачи Сколько там баллов им и все Вот эти баллы получил Баллы набрал И все, и пошел Нет вот этого Необходимости говорить чего-то Нет Мы со своими детьми Пройдя путь начальной подготовки То есть они, когда уже Грузились в робототехнику У них появился интерес У них появился опыт положительный Мы им добавляем уже трудности У них добавляется момент Опять же, социума общения Мы добавляем так называемые бои роботов Где дети за какой-то период времени Изучают какие-то технические новшества Например, они понимают, как работают коронные шестеренки Вот у них, да Вот в ихней группе очень сильно было интересно Коронные шестеренки И что такое коронные шестеренки? Это необычная шестеренка Которая для ребенка передает движения Не как обычные, а под углом И он, например, эта группа Человека четыре Они так увлеклись этой темой Они создавали в течение двух-трех месяцев Одну машину, вторую машину Преподаватель не мог их вывести На следующую тему, ременную передачу Ну, никак не мог А в другой группе, например, увлеклись ременной передачей И через несколько месяцев Они создают машину, которая показывает Что их машина более сильная, более ловкая Да, она захватывает флаг Перебегает быстрее на какую-то свою площадку При этом она защищается от другой машины И здесь у детей начинается азарт Начинается движение, игра А эта машина, ее управляет И программа управляет Если более сложный возраст Если мы говорим о более сложном То программа пишется для пульта Отдельного пульта То есть пульт управляет То есть все-таки управляет человек через пульт, да? Да Если маленький, то маленький привязанный к ноутбуку Но это, извините, 8 лет Который еще пока не может сложные алгоритмы прописать Если мы говорим о каких-то... То есть все-таки этой машиной управляет человек На вот этих соревнованиях На этих соревнованиях, да Человек может дополнительно дописать Например, что когда около ультразвука что-то рядом пробегает Машина как-то реагирует Есть отдельные соревнования Где человек не прикасается к машине Да, то есть он запускает И это, ну, то есть это отдельное мощное соревнование Мы в них тоже участвуем И дети сами выбирают, какое им направление интересно Мы им предлагаем Хотите это, хотите это Ко всему нужно готовиться И детям интереснее так развиваться Когда они сами выбрали Они приняли решение Они говорят, давайте попробуем здесь Они пробуют На второй год они пробуют На третий пробуют На четвертый они уже сами принимают Где им идти И при этом дети, когда показывают своего робота Они его презентуют У них есть своя техническая тетрадь Где они показывают другим детям, родителям Что они видели записи Вот их схемы, которые они использовали Вот примеры фотографий, которые у них были Да, и эти представления они вначале делают на английском языке Это выглядит достаточно смешно В возрасте 8-9 лет Но зачем это делается? Это делается для того Что когда они пойдут в технические вузы Если они пойдут Если они это выберут направление То проблемы мотивации у них не будет Они уже замотивированы У них уже есть результат Но они не могут выходить на международный уровень На высоком, ну, то есть, как сказать, позитиве Они не умеют шутить на этом языке Ну, то есть, они не умеют контактировать Они могут выдать техническую сухую информацию А коммуникации у них нет Да, поэтому у нас сейчас вместе с робототехникой Очень сильно вводится дополнительно Не обязательно, а дополнительно кинодень То есть, у нас такой идет киноклуб Где дети смотрят фильмы на английском языке Вместе с носителем языка Они его разбирают И они переходят барьер От обычного, теоретического английского До разговорного У нас тут буквально Культурного такого Да, у нас тут 13-14 мая были фильмы И один ребенок такой сидит Говорит, я понял, зачем я 6 лет учил язык Ну, то есть, это он вот так сказал И это он сказал на середине фильма То есть, он в эмоциях Да, и, конечно, когда он на втором-третьем курсе Если он попадет в технический вуз Если он пройдет стажировку, его выберут И он пойдет дальше Он найдет общение Он будет представлять страну на хорошем уровне Да, ну, то есть Ну, замечательно Вот для концовки Вы такой духоподъемной Вот речь сказали Да, у нас время вот истекло Вот, спасибо вам большое А публике наше Спасибо большое за внимание Удачи вам, всего благ До свидания Продолжение следует...